Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Raff of the Ratchez, но и что ж, вы написали, что пора бы сделать крест Грейбера, а то он свалит? Я попытался туда прорваться, как вы помните, но мы не смогли никого победить, ну и ладно. Знаете, в худшем случае, как бы нам просто предстоит с кем-нибудь посражаться, да и всё. Поэтому отдыхаем, рыба на полке, как всегда, и понеслась. Кто у нас теперь говорит? Говоришь, знаешь все мои трюки? Спорю, что вот этот не знаешь. Берётся простой кошелёк с монетами, кидается посреди улицы, какой-нибудь дурак его поднимает. А потом якобы приобретает настоящий хозяин, прибегает настоящий хозяин и кричит, что кошель украли. Ты что, правда думаешь, что выплатив линги всё сами изобрели? Силу, смотрю, тоже это улицы знают. Отлично. Отдохнули, единственное, порча бездна возросла, но классно, что у нас... Да ладно. Классно, что у нас в Дрезине построен теперь портальчик, и мы можем с вами, ну, худым-сюдым... Ого! Кто-то оказался на пути, приготовьтесь, и нам не дают пропустить. Люблю поиграть, съедовать, даже если она вооружена дурацкими оружиями. А, это тот самый дракон, то есть там Девара. Это тот дракон. Июнь, макарёк. Так, давайте посмотрим. Судьба дракона. Нет. А кто, что, что... А, вот охота на дракона. Здесь есть где-нибудь имя? Непонятно. Но вдохнули в нас неслабо. Ладно. Вот так. Вжух. Да уж. Смешно. Хорошо. Я так думал, что нам всё равно в какой-то момент предстоит отдыхать, поэтому кружечку ему поднесём. С некими тормозами и отойдём в бок на случай следующего фаербола. О, здрасте, азатки. Азатушки, ребятушки. О, они рассеяли магию на этой твари. Так. Молодцы. Только что-то урона нет. Но в целом молодцы. И ускоримся. Давайте все. Так. И вольжи. Вот сюда. Я не знаю, почему я иду за дерево, но... Но предположим. Грейбер. Как у тебя делище? Изучить цель. А, кстати, можно полное действие совершить. Так. И немножко ещё даже вперёд пройдёт. Лан. Ну, давай. Ага, там ещё и маскировку. О, попали немножко. Наконец-то. Силушка, а пройди-ка ты вот сюда, наверное. Как у тебя радиус? Чуть-чуть вниз, кажется, да? Во. О, лечим. Во. Ага. Естественно. Какого я ожидал там увидеть? Хе-хе-хе. Так. Дейрон. Ммм. Ну, можно ещё одну хилку запустить. Всё-таки не помешает. Ого. А, Маркан. Зеркальное отражение. Простой очень ответ на все претензии. Ага. Ой-ю. А, что это было? Просто азат такая. Нет, это не мой бой. Извините. А, Вольджер, а у тебя же тоже было рассеивание магии? Нет? Рассеивание магии. Ну-ка. Точечное или прицельное? А в чём разница? Выбранная точка. Нет, давайте тогда прицельное. Но вот этом гаде... Не удалось. Жаль. Тогда вперёд. Ммм. Грейбар. Ну, ты уже там всё сделал? Фигач. Лан. Лан. Ну, давай точно. Неужто нам до дракона всего лишь надо было пойти туда, и вот мы его нашли? Или просто из-за того, что мы немножко затянули с этим? А у нас, кстати, тут есть какая-то же новая паладинская обилка, которая должна давать сокрушение зла. Не, у нас было какое-то мега сокрушение зла. Вот. Два применения своей способности. Наделить всех своих союзников на минуту. Ну-ка. Да. Вот. Ой. Ой-ю. Фу. Почему вы не можете просто смириться со своей судьбой, стать моим ужином? Я ещё до вас доберусь. А-а-а. Хе-хе. Ну, разобрались, кажись. Кто-нибудь хочет поговорить об этом? Нет, Маркан. Жив. Жив и даже ходит. А, кстати, раз он жив и даже ходит, давайте заберёмся тогда на Висмута. Эх, кружку потратили, но... Ну, хотя бы знаем, что дракон нас ждёт. И что Грейбер никуда пока не у... Какие ещё сюрпризы этот путь нам готовит, интересно? Сейчас узнаем, наверное. Ну, попробуем. Да нет. Давайте пободрее попробуем добраться до нужного нам места. Снова? То есть, дракон нам... Да, дракон нам покой не даст. Вкусные, глупые людишки. Сегодня у меня будет отличный обед. И что, снова первый ход дракона, да? К счастью, нет. А-а-а. К счастью, нет, но... И вариантов отложить ход за... Давайте хотя бы отложим ход за Лана. Ой, Кузалана. А вдруг, а вот есть сопротивление стихиям, например. Защита от стихии. Давайте-ка от огня кинем. Потому что, если это будет фоэрбол, то вот так будет как-то поприятнее. О. Такс. Грейбар. Выходи насколько... Вот сюда он может выйти. Он не быстро, он гномик. И попробуем изучить врага. Вов. Так. Всё, наверное. Силушка. Давай прям с разбега в него влетай и фигач. На. О. А. Дыхание дракона. Вот, кажется, и всё, что он смог. Хорошо, мы подходим. Кидаем зеркальное отражение, естественно. И Висмут может ещё боднуть. Он бодал как мог. Ты дружи. Вот куда-нибудь сюда, наверное, да? И ускорение, чтобы всех накрыть нас. Счастьем и тёплым ветром. Дейрон. Соответственно... Чёрт. Не достанет он ни до кого теперь своим благословлением. Но защита от огня, мне кажется, была гораздо важнее, чем всё, что могло произойти. Лан. Лан теперь ускорен. Ну, хорошо. Прицельно будем бить. М. Лан, по-моему, единственный, кто пока что что-то нанёс этой гадине. Ага. Грейбер очканул. Понятненько. Чё-то он под очкананием очень далеко ходит. Ого. Ого, девчуль там крик нанесла. Блин. Ага. Марком тоже решил такой. Нет, это не мой бой сегодня. Причём... А, ну, серьёзно ранить, наверное, Висму. Марком. Всё, да, на этом... На этом, типа, ход закончен. Не, он может что-нибудь скастовать. Но смысл что-то кастовать, когда мы настолько вдали от отряда. Мы, конечно, можем там кого-то призывать с помощью своего мифического этого... Мифического путя, пути. Но где это я так в упор и не понял. Хранитель знаний. Э. 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 Нет. Цвет ангелов явить тоже, наверное, не стоит. Деморализация так себе. Во, призыв Никси проказницы. А давайте посмотрим, что она сделает. А, это просто, видимо, глюк, да? Это глюк. А, нет. Нет. Никси проказницы. Смотри. Так, и она уходит в инвиз. Понятненько. Ну, Вольджер, давай. Какая норовистая добыча. Пожалуй, убью вас в другой раз. То есть, это так и будет продолжаться, я так чувствую, да? Хорошо, Маркан, теперь твоя очередь лечить. Блин, а на что мы тогда Никси проказницу потратили? Даже как-то обидно. Но дракон очень самоуверен. На самом деле, еще несколько раундов боя, если не считать, конечно, вот этой ауры страха, и мы бы уже начали его конкретно ковырять. Ну, или я слишком самоуверен. Ну, мы подбираемся. Вниз или вверх? Наверное, вниз. Вверх. Опачки. Так, сумрачная чаща, в которой когда-то водилась дичь, ныне пуста. Ужасный хищник истребил практически все живое, что обитало в этом лесу, а тех, кто уцелел, научил страху. Стволы вековых деревьев покрыты засечками от драконьих когтей, а в некоторых местах заметны следы пожаров. Ой, я тут вспомнил. Давайте, да, зайдем, что-нибудь построим. У нас с вами есть вот эта вот штука, и здесь можно что-нибудь войти. Тьфу, войти, построить. В частности, мы же с вами... А, ничего здесь нельзя построить. А почему нам тогда не показали, что построено? Хорошо, такой вопрос. Мы с вами все обустроили? Во, ничего нет. Хорошо. То есть у нас с вами есть склад. А, ну его тут нельзя. Смотрите. Постоялый двор. Увеличивает прирост очков финансов на 200, если в порте нет строения, обеспечивающих прирост отрядов. А мы вот так и сделаем. Мы построим... Вот эту штуку. Давайте купим, ну не знаю, вот так вот, навскидку. Так, дальше. Лаборатория алхимика. Всем генералам 10 к энергии. Суперская. Правильно? Далее. Внутренний замок нет. Получается интенданство. М? Угу. И, например, госпиталь. Или что у нас тут? Сторожевая башня. Эээ, госпиталь. Мне кажется, госпиталь. Вот. То есть эта штука нам будет приносить 200 очков финансов, даст 10 энергии и 3 штучки очков материала. По-моему, неплохой вполне себе вариант. Ну, там не сейчас, а через пару ходов, но все-таки. И армия. Народная поддержка. Мы можем это применить. Нужны ли нам кавалеристы и щитоносцы? Конечно, в армию мага, в принципе, 75 щитоносцев круто. Помощь нуждающимся. Боевой дух. Да он у нас и так высокий. Да. Народная поддержка. А что у нас с очками финансов? В принципе, они хорошо растут. Давайте сделаем. Тем более это 7 дней. Это дипломатика, правда, сжирает, но... А-а-а. Стоп. В дипломатии у нас есть всякие вот эти штуки. Ну, давайте посмотрим, что такое филактерия вот этого Стефания Первозданного. Нам нужно для этого 100 очков материала. 26 всего надо купить. Эти. И... И. И отдадим приказ. Так, и у нас ничего не происходит только в армейских приказах. Но народная поддержка это дипломатия. Очень странная история, конечно. Ну, ладно. А здесь расширение... А, переходы еще. Я вот думаю, мы можем расширить, в принципе, какую-то из безопасных, но мне бы хотелось что-то, куда мы будем по факту телепортироваться. Ой. Ладно, вернемся к нашим ребятам. А ребятам я бы перед тем, как сражаться с драконом, устроил привал. И вместо рыбы на палке, тем более у нас рыбы-мутанта больше нет. Эй. Давайте-ка изменим на что-нибудь другое. Ай, плов проклятий, мы не можем. Одно время на очко здоровья нет. Бонус сытости. Бонус сытости к броскам на урон. Хорошо. Вот это нормально, на самом деле. Отдыхаем. И все же, что-то ты предпочитаешь, клинки или магию, я имею в виду, лично тебе, что больше по душе. Кому больше, Фу? Или Сейля? Ну, то есть, вряд ли это нашему персонажу. Я предпочитаю дохлых демонов, которые не пытаются мне хвост отгрызть. Я и песню петь начну, и на голове ходить, если это против них подействует. Ха-ха-ха. Хорошо. И у Лана колечко действует. Отлично, отоспались, подготовились. Ну, пошли, возможно, бить морды. А может и нет. В этот раз получается инициатива на нашей стороне, поэтому я бы залез на динозаврика, оббафался всякими бафами. А защита от стихии тоже минуту за 10 минут. А-а-а, 10 минут. Тогда раз, два, три. Ну, в общем, все, что нам может прилететь, нам не должно прилететь. Я думаю, мне так будет гораздо спокойнее. Дальше. Вольджи. Вольджи. А вот эту штуку, Маркан, двойнички. Вольджи, поскольку у тебя действует маскировочка. Давай так. Ну, кстати, один раунд за уровень. То есть, один из раундов, может, мы успеем подбежать к нужному месту. А вот теперь можем выдвигаться. Давайте осмотримся и найдем подходящее место для засады. Вот оно, видимо, да? Все так носятся и не... А, вот. Вот же. То, что нужно. Здесь и устроим засаду. Грейбр придирчиво осматривает местность, но остается удовлетворен. Из его рюкзака выглядывают складные шесты с хищного вида крюками. Двард достает из кармана сверток, от которого в нос бьет жутким запах. Подходит. Здесь мы устроим засаду на драконицу, разожжем везде костры, словно у нас тут целый караван. Можете быть уверены, она не проигнорирует нашу ловушку. Действуй. Двард согласно кивает. Он подбирается всей своей позой, выражая собранность и готовность к драке. Но в глазах его пляшут веселые искорки. Это будет хорошая засада. О, мы даже ускорены до сих пор. Командор, я и увижусь. Готовьтесь к драке, тревога. Вижусь. Пошли, пошли, пошли. Старайся пробить чешую и дальше нам не дали дочитать. Так, но нам целый ход не дают сделать, поэтому вольжев нам все-таки ускорение, но нас обновит на всякий случай. Алан, фигать. Силушка, а может ты с разбега-то конешь? Есть ли ты такая смешная штука? Да, ладно. Хорошо, а вот это вот перст на перст. На. Отлично. Там все-таки паладинские очки тратить. И... Грейбер. Грейбер, подходи. А, это основное. Ладно, тогда вот так. Маркан. А вот Маркан сможет даже пихнуть эту тварь. Ого. Охотники, вы так интересно пахнете. Неужели вас не приди прорубдили, что в этих краях водится голодная драконица? Дыра. Благословление. Пошло. Вольжев. Вот уже его основной ход. Я бы, конечно, в спину этой дряни зашел. Ну, потому что она наверняка дышать будет в сторону основной пати. И раз уж мы зашли в спину, давайте-ка... На ней что-нибудь есть? Давайте вообще посмотрим, что она из себя представляет в данный момент. Защита 36. Невосприимчивости, яд, смерть, урон, значительных характеристик, истощение и к огню. А усиление... Так, понятно. Ну, хорошо. Вольжев. Вольжев, Вольжев. Где-то у тебя было же исчезновение. Вот оно. Давай. Вот. Вернее, невидимость высшая. Что ж, лан. Да ладно. Понимаешь, плов проклятий был бы лучше. Ого. Все? Ты заплатишь за это, я тебя запомнил. Обещаю, мы еще встретимся. Отлично сработано, рана глубокая. Покровить... А, кровить будет долго. В погоню. Хм. Блин, как-то мы тут все обкастовались, все обделали, обделали. Земля покрыта свежей кровью драконицы и взрыта ее когтями. Крылатая фигура скрывается в ночном небе, устремляясь на восток, где, вероятно, находится ее логово. Охотник за головами показывает командору большой палец и закидывает рюкзак за плечо. Засада удалась. Серьезная кровопотеря, пусть и не угрожающая летальным исходом, заставляет сердце драконицы усиленно сокращаться в попытке насытить мышцы кислородом. Это мешает дыханию, что сказывается на энергетичности взмахов крыльями. Затем наступают конвульсивные припадки, вызванные нехваткой кислорода. Драконице требуется передышка. Путь, который она преодолела за пару часов, занимает у нее целую ночь. И новая на востоке... Так, ребятки... А, ну да, на востоке. И где, извините меня, нам сказали, что, типа, на востоке открыта новая локация. Нет. Блин. Ребятки, хорошо, где... Во, кровавый след. Опа. А мы можем с вами не идти туда пешочком, а таки, тик, в Дрэзен, да? Правда же? То есть у нас вот это исследовано, вот это исследовано. Давайте попробуем. Я сейчас сохранюсь, но просто не факт, конечно, что нас из Дрэзена туда прям пустят так легко. Что там происходит? Что вечно происходит? Проблема с девятью жизнями. Интенданты привезли в Дрэзен кошек, чтобы те оберегали запасы от крыс. Мелкие демоны научились принимать кошачий облик, чтобы пробраться в город и сеять хаос. Солдаты готовы начать охоту на кошек, однако интенданты против. И... Ага. Избавиться от кошек. Нет. Поставить кошек на службу. Попросить помощь у культа бассет. Эх, что-то не знаю. Давайте поставим кошек на службу. Все кошки объявлены крестоносцами и несут воинскую повинность. Рыжие назначены жрецами Амидай, серые инквизиторами. Как ни странно, это сработало. Теперь по городу шествуют кошачьи патрули, от грозного мяукания которых рассыпается любая демоническая маскировка. Горе врагу, что встретятся им. Лапки Амидай мягкие для праведников, но когтисты для отроди бездны. Отличное решение. Я считаю, вот это в духе Трикстера прям. И смотрите, нам армия еще немножко. Уровень подготовленности к сражениям. Я забыл, как нам ее повысить, но я между эпизодами постараюсь найти, ну, какой-нибудь мини-гайд, что для чего надо. Ладно. Вроде здесь все. Мы можем, конечно, зайти в компанию. Ой, тут армия еще появилась новая. Монгрил и стрелки. А-а-а. Ага. Можем, кстати, ими, наверное, заменить рейнджеров. Вот в этой армии, потому что, ну, вот эти семь рейнджеров, это немножко смехотворно. Так. А, и тогда монгрил и стрелки. Где они были-то? А можем еще кого-нибудь нанять? Колдуны. Вопрос, насколько они хороши. Ну, вот это надо нанять? Вот этих ребятушек. Так. Вот этих ребятушек надо в любос нанять. И... Ну, колдунов. А вместо кого мы их возьмем? Вот в чем вопрос. Тогда ладно. Тогда пока вот так вот. Так, и эта армия идет вот сюда. Вжух. Соединяется вот с этой... Че? С... Во. Соединяется вот с этой армией. Вы сюда. Вы замените вот этих. И вы потихоньку восстанавливаетесь. Ой, смотрите-ка. У нас сила стала этой армией 8. Так, а вы, ребятушки, ну, где-нибудь здесь отсиживайтесь. Безопасность. А далее. Что тут за армия? Тут... Ну, давайте их объединим вот эти две, чтобы у нас не было тысячи одна армия. Ну, и плюс спокойнее как-то будет. Вам бы... Вам бы и щитоносцев, и копейщиков. Я приказ не помню, издал или нет. По-моему, нет. Ну, в общем, тогда найдем вам. Кого-нибудь. У нас кто есть? У нас есть и щитоносцы, и копейщики, кстати. Давайте вот этих щитоносцев возьмем. И тоже они... Вот сюда придут. Вот сюда. Ок. Так, и... 37 щитоносцев их уже будет не так легко убить. В основном они, конечно, должны просто в армии мага стоять несгибаемым оплотом, и все. Так. Возвращаемся. Ладно. Котиков на службу взяли. Я в целом доволен. Кровавый след вот отсюда, видимо. Ну, народ, я надеюсь, сейчас успеет устать. Да? Ведь. Никто не устал. Ех. Не хочу пока. Драконья кровь обильно оросила землю. Она уже засохла, но еще не стерлась. Раненый дракон отдыхал здесь не так давно. А если он отдыхал, то, видимо, нас еще будут перемещать, поэтому... Окей. Посмотрим, что внутри. На земле темнеют пятна засохшей крови. Пряная вонь, исходящая от них, будоражит рецепторы, пробуждает хищнические инстинкты. Все вокруг залито кровью, будто здесь произошла битва. Или кто-то забил стадо голов в 30. Но кровь эта принадлежит не козам и не людям. Сернистый запах указывает, что это кровь дракона, принадлежащего к не такому уж и многочисленному типу огнедышащих. Спасаясь бегством, раненая драконица остановилась здесь, чтобы перевести дух. Командор решает лично изучить след, чтобы впечатлить нанятого им охотника за головами своими умениями. Посмотрев кровавые пятна, Командор уверенно указывает на юг. Где-то там, в ущельях гор, скрывается логово дракона. Наблюдающий за этим дварф одобрительно кивает. Он явно впечатлен следопытскими навыками Командора. Башни искусника. Ага. Хорошо. У нас, кстати, квест обновился. Драконице нанесена глубокая рана. Улетая, она оставила кровавый след, по которому охотник за головами может выследить ее до самого логова. Ага. Может быть, это уже финал. Ну, в общем-то, сейчас подойдем и узнаем опять. Командора и его спутники выслеживают в горах самку Змея Разрывов, опустошающей окрестности Дрезена. Двор в ведущий отряд подходит ко врыву и указывает вниз. В трех сотнях футов ниже к скале прилепились руины башни. Само ее существование в этом месте вызывает вопросы риторического характера. Кто осмелился построить ее тут, так близко к демонам? Каков смысл расположения ее на дне каньона? Опытный глаз мог бы найти ответ строений самой башни. Особенности конструкции указывают, что ее строительство датируется эпохой расцвета Империи Ацланд. Она во много раз старше мировой язвы. Когда-то она располагалась на вершине горы, но катаклизм изменил все. Тектонские пласты сдвинулись. Башня погрузилась в образовавшийся между ними разлом, а горы выросли вокруг нее, словно челюсти, готовые захлопнуться и похоронить ее под толщей породы. Так башня существовала многие века, лишенная стратегической ценности и забытая, невзлечимая на фоне скал. Лишь кровавый след, по которому шли командор со спутниками, позволил заметить ее. Двор впадает сигнал, надо спускаться. Горная тропа, ведущая вниз, раздваивается. Налево уходит узкий скальный карниз, опасный и ненадежный. Направо широкий, лишенный осыпи балкон, покрытый густыми зарослями. В этих краях много ядовитых растений, простое прикосновение к которым может вызвать приступ мигрени, дезориентацию, рвоту, расстройство зрения и слуха, параличие, даже летальный исход. Командор, взвесив риски, решает пойти по левой тропе крутой и опасной. Мне кажется, ну, то есть мы можем как-то приматываться, там веревку использовать, да, чтобы медленнее идти, но безопасно, а кусты их особо, ну, либо все крушить, но не покрушишь ты все. Избранная командором тропа круто уходит вниз под опасным углом. Многие камни на ней держатся непрочно и неаккуратный шаг может вызвать обвал. Пройти по этой дороге не упав в подвиг, требующий большой внимательности или выдающихся акробатических талантов. Тот, кто пойдет первым, рискует больше всех, а командор... О, Вольджер даже с единичкой сможет. Отправляет вперед самого ловкого спутника. Вольджер. Как и следовало ожидать, избранный путь полон опасностей. А сколько, кстати, Вольджер выкинул? Девяточку. Вольджер совершает опасный прыжок и камень под ногой выворачивается из своего гнезда. С трудом Вольджер сохраняет равновесие, избегает падения. Ставшие свидетелями чуть было не случившейся трагедии, его спутники ведутся еще более осторожно. Опасный участок пути форсирован без дальнейших происшествий. Тропа внезапно обрывается. Случившийся недавно оползень прокатился по ней, разрушив секцию скального балкона. Теперь лишь несколько самых крепких уступов торчат из скалы, приглашая смелых попробовать свои силы и перебраться по ним на другую сторону. Спутники командора торопливо обвязываются веревками, которые помогут удержать оступившегося товарища от падения. Дварф молча демонстрирует заготовленную им альпинистскую снасть. Спустившись по отвесной скале, отряд может вернуться на тропу, избежав этого опасного места. Командор... Плюс 18... Плюс 21... Ха! Приказывает самому ловкому из спутников аккуратно провести отряд вниз по уступам, как по ступеням. Вольджер. Снова Вольджер. Командор со спутниками прыгают с одного выступа на другой, спускаясь все ниже. Благодаря боевой сноровке и хладнокровию Вольджер проводят отряд через опасный участок, не запаниковав и не допустив ошибок. Командор со спутниками подбираются к твердому базальтовому выставку. Дварф, предупреждающий вскрикнув, указывает на небо, где собираются в клин стая крупных хищных птиц. Анатомия их клювов указывает на привычку питаться мясом, а размеры на то, что командор со спутниками не кажется им слишком крупной добычей. Сбросить жертву на скалы, а потом пообедать падалью – привычная для них тактика. С пронзительными воплями они закладывают вираж и выходят в атакующие пике. Командор приказывает... Ну, 28 я не верю, что мы выкинем с вами 18 и больше, здесь хотя бы шансы есть. Любой ценой расправиться с вожаком стаи. Давай, друг. О, повезло. Зависнув над пропастью, Грейбор встречает вожака стаи решительным ударом, и тот, клекочая и роняя брызги крови, падает в пропасть. Остальные птицы трусливо улетают, не желая повторить его судьбу. Преодолев все испытания, отряд завершает спуск к руинам башни. Скалы покорены, им приходится смириться с тем, что сегодня никто не стал жертвой их коварства. Незамеченные, ничего не подозревающие драконицы, командор с товарищами скрытно пробираются меж камней. Дварф, приведший их, с опаской поглядывает наверх и с уважением на своих новых товарищей. Что я могу вам сказать? Ни одного броска не переброшено. Ну, и знаете что? На этом мы с вами и простимся, а уже драконица будем колбасить в следующий раз. Посему спасибо Миша Лебедеву, Андрею Фиолетову, Евгению Глебу до Хармсу, Просто Эду, Антону Церу, Глебу Сахарову, Юджину Вольну, Арнок, Мэйтову, Алексею Смирнову, Сергею Кайну, Брату Монзоу, Дарий Кравчук, Вайт Рэббит, Рокки Бальбова, Кириллу Алёхину и Олдмимс за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо, что составляете компанию в прохождении. Ну, а мы с вами встретимся в следующем эпизоде очень скоро. На этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»